Здравствуйте! Вас приветствует канал Шинный Эксперт, его постоянный ведущий Владимир Вавилов. Всем привет! И как всегда со мной в студии мой друг и коллега Андрей Назаров. Здравствуйте! Сегодня наш видеообзор будет посвящен разбору подборки зимних шипованных шин в самом массовом сегменте. И проходит он под девизом «Готовь сани летом!» А ведь за окном всего лишь июнь. Но, как говорится, зима не за горами, быстро пролетит лето и мы с вами опять будем выбирать зимние шины для безопасного вождения на различных зимних покрытиях. Я бы назвал наш сегодняшний видеоролик по-настоящему народным, потому что в нем будут участвовать шины в самом народном типоразмере. Это 185-65R15. Этот типоразмер характерен и является штатным для таких автомобилей, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Logan, Vesta. То есть тот 65% нашего парка, который до сих пор еще существует, я думаю, в ближайшие 10 лет еще будет эксплуатироваться в нашей стране. В нашем обзоре примут участие те модели, которые будут широко распространены в предстоящем зимнем сезоне, которые можно будет встретить практически в любом шинном магазине в любом регионе нашей страны. Это будут одни из самых недорогих вариантов и вплоть до премиальных брендов, которые остаются на нашем рынке. Ну и критерии, по которым мы будем отбирать эти шины или рассказывать о них, это количество шипов, глубина и ширина каналов, которые будут определять тягу и, соответственно, шум вашей шины. Ну и, конечно же, твердость этой шины, потому что смесь зимняя, подразумевает, соответственно, эластичность во время зимних холодов. Ну, на этом наше представление ролика, пожалуй, мы завершаем и приступим непосредственно к официальной части. Открывает сегодняшний обзор модель Nordman 5 от Icon Tires. Модель невероятно популярная, давно всем известная, в какой-то момент была снята с производства, но впоследствии производство было возобновлено. Модель с крайне узнаваемым рисунком протектор, который является направленным, с центральным сплошным ребром, которое обеспечивает великолепную курсовую устойчивость. Шипы имеют круглый сердечник в данном типоразмере. Шина оборудована 111 шипами противоскольжения. Технология медвежий коготь, которая не позволяет шипу отклоняться от вертикального по отношению к пятну контакта положения, что при разгоне, что при торможении. Тем самым эффективность при торможении и при разгоне сильно увеличивается. Твердость у этой шины при комнатной температуре 57. Она очень мягкая, можно предположить, что при температуре минус 20 она будет максимум 62, может быть 60. Здесь глубина протектора 9,6, ширина на выходе в плечевой зоне почти 10 мм. Шина создает очень хорошую тягу за счет количества большого ламели, вот этих различных выступов, углов. Я думаю, что средняя шумность у нее будет, с учетом того, что все-таки рисунок больше, как бы так сказать, много резины в пятне контакта сохранили для трения на ледовом покрытии. Также стоит отметить, что ламели разнонаправленные. Есть цифровой индикатор износа, что очень удобно позволяет отслеживать состояние шины. В общем, модель проверенная, обладает отличным соотношением цена-качество. И, в общем-то, многие сильно рады были, узнав, что она снова начала производиться. Итак, следующий участник нашего обзора. Китайский производитель Сайлум. Модель Ice Blazer WST-3. И направленный рисунок протектора, который создает хорошую тягу, быстро очищается. Здесь глубина у нас 9 мм, ширина 10 мм. Центральное ребро вот с такими выступами, острыми углами. Зазубрины сделаны на плечевых блоках для создания тяги. И зигзагообразные ламели для создания кромок сцеплений и трения на льду. Шина оборудована 117 шипами. Каждый из них огружен специальной насечкой, которая позволяет из пятна контакта удалять ледяную крошку. Для обеспечения более эффективного торможения. Также стоит отметить, модель последние несколько сезонов невероятно популярна, стала настоящим бестселлером, заслуживает внимания абсолютно точно. Ну и твердость при комнатной температуре 60 единиц. Соответственно, можно предположить, что при минус 20 она удержится в пределах нормы до 65. Далее мы представим, пожалуй, самого именитого и премиального участника нашего сегодняшнего обзора. Это Continental Ice Contact 2. Модель имеет не характерный для зимних шипованных шин асимметричный рисунок протектора, имеет внутреннюю и наружную сторону, тем самым обеспечивая высокий уровень сцепных характеристик при прохождении шины виражей на высокой скорости. Также стоит отметить большое количество шипов, 180 шипов в этом типоразмере. Шипы не имеют не примитивную круглую форму, а сложную, многогранную, которая позволяет эффективно вгрызаться в ледяную поверхность, специальные области, которые позволяют выводить ледяную крошку, тем самым повышая эффективность торможения. Асимметричный рисунок позволил сохранить большое количество резины в пятне контакта. В результате вы получаете достаточное трение на обледенелых покрытиях не только за счет шипа, но и за счет резинной смеси и тех кромок, которые создают зигзагообразные ламели. Глубина рисунка здесь 8,7, на выходе в плечевую зону канал 8,9 и твердость при комнатной температуре я замерил 61 единица. Модель, также стоит отметить, выпускается достаточно давно и хочу отметить, что в первые годы выпуска она стала победителем большинства тестов. То есть это был настоящий лидер шинной отрасли своего времени среди зимних шипованных шин. Возможно на опте еще скажется незначительное замечание к шумности, но великолепные сцепные характеристики это безусловно. Количество шипов определяет безопасность и уровень шума. Следующий участник нашего обзора это модель формула Ice от компании Pirelli. Вновь направлен рисунок протектора, классика жанра, лучшее очищение и создание хорошей тяги. Большое количество ламелей, выемок, зацепляющих кромок, зубцов на плечевых блоках. Все это сделано для того, чтобы создавать трение на обледенелых покрытиях и соответственно создавать тягу на снегу. Глубина протектора здесь 9,6 и ширина каналов в самой широкой части 10 миллиметров. Твердость при комнатной температуре 61 единица. Обязательным атрибутом, конечно же, является наличие шипов противоскольжения. 109 штук в данном типоразмере, это количество считается оптимальным. Кроме того, состав резиновой смеси, который перешел с прошлых флагманских моделей Pirelli, обеспечивает высокие сцепные характеристики не только на обледенелых дорогах, но и на асфальте, на асфальте мокром, асфальте со снежной кашей. В общем, крайне удачно сбалансированная модель завоевала уже популярность у российских автолюбителей. Ну, а те, кто еще не пользовался продукцией бренда Формула, обратите внимание. И мы надеемся, что та эстафета, которая была вот этим летним сезоном, Формула летняя была очень популярна среди автолюбителей, поэтому я надеюсь, что она передаст эстафетную палочку в зимний период. Следующий участник обзора – Вятти Брина Нордика. Это вторая асимметричная зимняя шипованная шина из нашего обзора. Первая, напоминаю, была Континенталь. Также есть неподтвержденная, но очень близкая к достоверной информации, что при разработке как раз модели Ice Contact 2, которую мы уже обозревали сегодня, рассматривалось несколько прототипов для выбора окончательного, какая версия пойдет в серию. Так вот, в основной версии пошла Континенталь Ice Contact 2, а вот вторую приобрела компания Вятти. Шина оборудована 92-мя шипами противоскольжения, расположены они преимущественно в плечевых зонах, оставляя центральную часть протектора без шипов для обеспечения лучшего сцепления на асфальте. Да, здесь глубина протектора почти 10 мм, 9,7 мм, ширина каналов тоже 10 мм, большое количество ламелей, но рисунок, скажем так, с очень хорошей тягой, с учетом такой глубины и ширины каналов. Но я думаю, средняя здесь шумность будет, и твердость протектора здесь при комнатной температуре 61 единица. Модель также давно уже себя зарекомендовала, проверена временем, поэтому те, кто еще не выбрал надежный вариант для себя, обратите внимание на Вятти, крепкая боковина, крайне выносливая шина, позволяет хорошо преодолевать дорожные препятствия и неровности. И недорогая цена. Liao Winter Defender Grip. Это название следующего участника нашего сегодняшнего обзора. Шинный бренд Liao является дочерним брендом крупнейшего китайского шинного производителя Link Long, поэтому участие этой модели в нашем обзоре совершенно не случайно. Направленный рисунок протектора. Наклон каналов здесь все-таки подразумевает очень хорошее очищение во время слэшплейнинга, снега с водой, хотя большое количество углов и зигзагообразных ламелей будут создавать зацепляющие кромки для обледенелых поверхностей. Ну и глубина протектора 9,6 и ширина на выходе до 9 мм. Это неплохие ниши для того, чтобы создавать тягу на снегу. Твердость протектора здесь при комнатной температуре 58 единиц. Также стоит отметить наличие 92 шипов противоскольжения, которые обеспечивают необходимую зацепную способность при торможении, при разгоне. И говорит о том, что да, количество может быть небольшое, но укладывается в тот идеальный норматив 90-110, но при этом обеспечивает низкий уровень шума. Но опять же, о низком уровне шума при использовании шипованных шин говорить это большая условность. Но тем не менее, обратите внимание, что это чуть более комфортная шина, чем другие участники. Следующий участник обзора – Amtel Nordmaster Evo. Недавно было возобновлено производство этой модели, которая в свое время прекрасно себя зарекомендовала как надежная, недорогая, проверенная, в общем, абсолютно такая сбалансированная модель за невысокую стоимость. Шина оборудована 107 шипами противоскольжения, что также укладывается в оптимальный диапазон 90-110. Имеет ярко выраженный направленный рисунок протектора с большое количество ламелей зигзагообразных, которые обеспечивают большое количество зацепляющих кромок. Ну и тяга на снегу здесь будет потрясающая. Во-первых, наклон под 90 градусов у поперечных каналов, глубина 10 миллиметров, ширина 11. Да, эта шина может быть чуть шумновата, но с точки зрения тяги на снегу это будет такой очень хороший вариант. Центральное ребро, как сказал Андрей, для управляемости и создания устойчивости. И, соответственно, при перестроении это будет точка опоры. И большое количество ламелей, чтобы создавать зацепляющие кромки. Твердость протектора здесь при комнатной температуре 58 единиц. Также стоит отметить, модель имеет крепкую боковину, поэтому является невероятно выносливой при передвижении по дорогам не самого лучшего качества. Следующий участник нашего обзора это LandSpider Arctic Trax. Вновь направленный рисунок, вспоминаем хорошую тягу и быстрое очищение. Глубина протектора 9 миллиметров, ширина в самой широкой части 9,7. Твердость протектора 58 единиц, большое количество ламелей, древовидное центральное ребро для сохранения устойчивости и управляемости. Плечевые блоки, ступенчатая форма с большим количеством зазубрин. Все это сделано для того, чтобы создавать тягу на заснеженных участках. Я бы, в свою очередь, также отметил огромное количество разнонаправленных зигзагообразных ламелей. Невероятно точную, высококачественную выделку деталей и элементов протектора. И самое главное, эта шина является рекордсменом нашего сегодняшнего обзора по количеству шипов. Их здесь 190. Они разбросаны по всей поверхности протектора. Тем самым шина явно будет обеспечивать невероятно высокий уровень сцепных характеристик. На льду, на плотно накатанном снегу. Также обратить надо внимание на то, что шипов много. И есть шины, которые имеют чуть большее количество шипов. Но у них шип, как правило, узкий. Здесь классический, крупный. Явно шина будет иметь самые сильные позиции на скользких поверхностях. Вокруг шипов есть еще так называемые ламели-колодцы, куда собирается сухой лед при низких температурах. Конечно же, она будет по шумности чуть выше средней, с учетом такого количества и агрессивного рисунка. Но при этом вы получите максимальную безопасность на льду и хорошую тягу на снегу. Обратите внимание на эту модель. И завершать наш сегодняшний народный обзор шин будет флагманская модель южнокорейского шинного гиганта Hankook Winter I-Pike RS2. Модель имеет ярко выраженный направленный рисунок протектора. Снабжена 188 шипами в данном типоразмере. Практически лидирующий показатель в сегодняшнем обзоре. Но стоит отметить, что шип имеет сложную многогранную форму, напоминающую правильный пятиугольник. Тем самым обеспечивая очень хороший зацеп на скользкой поверхности. Благодаря твердому сердечнику с острыми гранями, которые равномерно распределены по всей площади поверхности. Соответственно, все пятно контакта будет великолепно тормаживаться и разгоняться на скользкой поверхности. Здесь очень хорошее сочетание негативного и позитивного профиля. То есть вырезов и оставшейся резины в пятне контакта. Глубина протектора здесь 9 мм, ширина тоже 9 мм. Твердость протектора при комнатной температуре 58 единиц. То есть это шина, которая создаст хорошую тягу на обледенелых поверхностях, на снегу. И будет обладать не такой высокой шумностью, потому что рисунок не настолько широкий, чтобы создавать вибрацию воздуха внутри канала. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний обзор был вам полезен. Потому что мы стараемся, в первую очередь для вас. И этот обзор затрагивает очень большое количество автолюбителей. Для того, чтобы не пропустить наши следующие видеоролики, просим вас, как всегда, подписаться на наш канал, нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих роликов. Ну и подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Zen, а также в Routube. И оставайтесь вместе с нами. Желаем вам удачи и безопасной езды на зимних дорогах. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!